Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории Иван без цензуры, расскажет рокер Валащу. Здравствуйте. Мы хотим в ресторан Токио. Налево. Да. Прямо. Похолодало. На улице 15 градусов, дождик моросит. Хотели пойти искупаться на Финский залив, но голос разума говорит, не надо этого делать. А то можем еще и заболеть. Поэтому планы изменились, и мы решили поехать в японский ресторан. Называется он Токио-сити. По оценкам, которые в интернете, 5 баллов ему дают. Максимальное количество баллов. Сейчас поедем, попробуем. Умеют тут под Японию косить или нет. Все, погнали. Прибыли в ресторан Токио-сити. Здравствуйте, люди добрые. Здравствуйте, присесть? Здесь хочется, пить хочется. Хорошо, мы вас накормим. Накормите? Масочки защитные имеются? Слушайте, нам сказали, что это самый лучший ресторан на подрежь. Не обманули? Ну что, что-то мы приехали по адресу. А масочки есть? У нас в виде масочки есть. А как в этой масочке есть? За Сталиком, конечно же, в Музее 9 масочек. Перемещение по территории Ресторана. Хорошо, что я приду смотреть. И масочку не остался. Это очень хорошо. Дожились. В масках есть заставлять. В одном из лучших ресторанов. Вот так вот они, изверги. Что творятся людьми. Сейчас посмотрим, чем кормить-то будут. Повторюсь, мы приехали в ресторан Токио-сити. Здесь прям вдоль побережья Финского залива находится. Почему приехали именно сюда? Потому что посмотрели в Яндекс.Карты, а там отмечают звезды ресторанов. Так вот здесь, в этом ресторане, был самый высокий балл. Максимальный. 5-0. У всех 4-9, 4-8, 4-3. А здесь 5-0. Поэтому решили приехать. Меню посмотрели. Выглядит все великолепно. Заказали разные блюда. Роллы. Заказали, заказали суп. Я жареный сыр себе заказал. Заказал себе салат из хрустящих баклажанов. Чтобы сравнить со вчерашним, который в Провансе, баклажанчиками. Сейчас будем пробовать и докладывать, как тут готовят. А сначала разместились в зале. Так как было пасмурно и дождь немного морсово. А сейчас дождь прошел. Выглянуло солнышко. Решили переместиться на улицу. Здесь нам, кажется, будет интереснее. Вот принести нам холодненькую газированную водичку. Называется Аквараж. Первый раз такое вижу. Сейчас попробую. Но запечатана круто. Фирменно. Попробуем. Потому что лучше нашего шишкиного леса я ничего не пил. До того вкусно, да. Мы только ее и пьем, да. Шишкин лес. Прекрасно. Ну-ка, попробуем. Хорошая водичка. Очень хорошая вода. Прекрасно вода. Аквараж. Класс. Приступаю к холодным закускам. Первая наша родная селедочка под шубой. Ну, рыбный же ресторан. Поэтому, хоть и наше блюдо, но рыбное. Попробуем. Неплохо, но не пропиталось майонезом. Поэтому немного суховато. Так все хорошо. Все вкусно. Все хватает. Нету сочности. Нету сочности. Но вкусно. Просто это не высший пилотаж. Вот так. Вкусно, хорошо. Но, не высший пилотаж. Теперь горячая закусочка. Которую я взял специально, чтобы сравнить со вчерашними баклажанами в ресторане Прованс. Которые были с пармезанами и помидорами. И с хрустящими баклажанами, которые в ресторане вырвут. А попробуем. Что лучше? Не очень-то они и хрустящие. Хоть и написано, что хрустящие. Это не так-то просто. Сделать баклажаны хрустящими. Вкусные. И не то только. Гурюки делают изумительно. Жареный сыр теперь. С клюквочкой. Грузины хорошо умеют это делать. И в Кавказе. Жареный сыр. Сулугуни. Очень вкусно получается. С вареньем. Хороший. Попробуем здесь, что делают. Вот это блюдо я никому рекомендовать не буду. Обычный, вообще обычный. Такое можно дома сделать. А может даже лучше. Поэтому, по-моему, ресторан немного перехалить. И теперь главное блюдо дня. Роллы. Это с угрем. А это со снежным крабом. Да попробуем. Соевый соус. Видите, у них собственный. Написано. Как ни крути, Tokyo City. Соевый соус. Молодцы. Оригинально. Добавлю немного горчички. Японской. А есть я буду руками. Потому что, ну, мне больше так нравится. Мне так удобнее. Ну, полмира едят руками. Вся Азия руками есть. Поэтому, я думаю, ничего зазорного нет. Да в этом. С угрем обычный. Обычные роллы. Я не в восхищении. Не в восторге. Я попробую со снежным крабом. А вот это блюдо. Я рекомендую. Это очень вкусно. Но мне еще должны принести мороженое. С кофе. Так, атлантировать. И что хочу сказать. Что-то, наверное, у нас есть. Общее с японцами. Не с китайцами. А именно с японцами. Потому что только в России такую популярность приобрела японская кухня. В Москве вообще. На каждом углу японский ресторан. И здесь. А во всем мире преобладают китайские. В Америке целые кварталы. В Лондоне были целый квартал китайских ресторанов. А японских я там и не видел. Не помню. И вот здесь, видите. Японская кухня. В перемешку с нашей русской селедочкой под сукой. Расскажу, как мы приобщились к японской кухне. Однажды, давным-давно, мы были в Арабских Эмиратах. В отеле Атлантис. В знаменитом. Который на острове находится. И там внутри был японский ресторан. Назывался он Набу. Мы тогда не знали еще, что это за ресторан. А этот ресторан принадлежит двум людям. Одному американскому актеру Роберту Дениру. И знаменитому японскому повару Набу. И вот мы пришли туда и заказали сет. Попробовать только. Попробовать, что это такое, с чем его едят. Так вот. Вот тогда я узнал, что такой высший пилотаж японской кухни. Причем они принесли много блюд. Сет был большой, но по чуть-чуть. Мы попробовали все. Я уже не помню, что там было, но это было очень вкусно. Вот такая вот история. В Москве потом открыли ресторан Набу тоже. Мы там тоже побывали. Тоже хорошо готовы. И вторую в Москве открыли. В Крокус-Сити. Но там я не был. А однажды мы были в Черногории. И там тоже был ресторан Набу. Одна была заказать, забронировать место. Мы туда приехали. Так вот представьте, мне там подали тухую рыбу. Мы развернулись и ушли. То есть, как люди могут обкакать любое дело. Не просто так. Иосиф Лиссарионович говорил, кадры решают все. То есть, великолепный ресторан с именем, с историей. Но люди вот в Черногории просто перегадили. Это имя. А до Набу мы воспринимали вот этот рассыпавшийся по Москве японский ресторан как фастфуд. Но он, наверное, так и есть. Поэтому туда не ходить. И до Набу, до этого высшего пилотажа, один наш знакомый открыл ресторан Сейджи на Комсомольском проспекте. Тоже японский. И он пригласил туда настоящего японского повара. Тот прилетал на три месяца. Он снял ему квартиру, платил огромные деньги. Я не помню цифру, но не меньше 10 тысяч яров есть. Может, даже больше. И вот он там прикормил олигархов, всяких бизнесменов. Они-то приезжают. И как-то он, говорит, пригласил нас в ресторан. Мы говорим, да мы не любители японской кухни. Он говорит, вы не пробовали японскую кухню. Приходите, я вам продемонстрирую. И действительно, мы пришли, и этот повар лично начал нам подавать разное блюдо именно такие, как там, в Японии, делали. Не вот эти рот, а всякие хрустящие крабики маленькие. Как-то он их так испекал. Ну, я сейчас не перечислю, но это было очень вкусно. Но повторюсь, набу все равно высший панкашек. Вот после этого мы полюбили. Я там сказал, кух, после сейджи, после набу. И именно поэтому приехали сюда. Токио-сити. Попробовали, как здесь. Ребята, извините, это разный уровень. Там высший панкашек, здесь протопорта. Заключительное блюдо сегодняшнего вечера. Мороженое с орешками и с шоколадным соусом. И с листиками мяты. И кофе-латте. Вот этим я завершу сегодняшнюю трапезу. Трудно испортить такое блюдо, но хоп-лоба вдруг, а вдруг, оказывается, можно испортить и это. Не мороженое. Тут внутри какое-то тесто. А в меню написано мороженое. Сейчас я подведу итоги. Да, простят меня питерцы и владельцы и сотрудники этого ресторана под названием Tokyo City. Но он на 5 баллов уж никак не тянется. В нашей сетевой векитории в московской готовят намного вкуснее. В сетевой здесь из всех блюд, которые я заказал, единственное вкусное блюдо было. Это роллы со снежным крабом. И вот это прекрасная вода. Но умудриться испортить мороженое это надо уметь. Но с другой стороны нет худа без добра. Зато я не доел сыр вообще его не ел. Я не доел даже баклажаны с помидорами. Я не доел вот эти роллы с угрём. А моя супруга не съела этот удон. И мороженое я есть не буду. Так все я последний раз. Так что спасибо им. я хоть немного сегодня похудею. Так что все будет хорошо. Рокер должен быть худым и голодным. Потому что сытый вождь это уже не вождь. Будем голодать сегодня вечером. Все будет четко. Пока. А после завтрака с учетом погоды хмурой и дождя в спа-центре массажам и водам мы предоставили себя. Вода не хуже чем на море. Прозрачно только потеплей. Хамам и сауна просторны. Все к удовольствию гостей. К обеду прояснилось небо. Мы отдохнув от массажа попробовать решили хлеба в известном месте кутежа. Так говорили Яндекс карты. Да в ресторан все пять звезд. И мы вскочив на свои нарты туда рванули курс Норд Ост. Токио Сити назывался хваленый этот ресторан. Он на вершине пьедестала. Значит должно быть вкусно там. Раз ресторан с кухней не здешний с японской кухней ресторан роллы с угрем и крабом снежным я заказал взял баклажан сыра селедки я под шубой на крайний случай заказал вдруг звезды были шуткой глупой в Яндексе сбой дал терминал и оказалось к сожалению это действительно был стеб все оказалось дребеденью какие пять там нет трех звезд роллы с угрем есть невозможно и не хрустит там баклажан жареный сыр остыл давно уж суха селедка как бархан единственное что съедобно так это роллы снежный краб вода еще жизнеспособна что аквараша это так но удивило всего больше когда я заказал десерт не знал мороженое можно испортить если захотеть наполнили его печеньем но я об этом не просил страшон с таким вот вдохновением шеф-повар ну или дебил вот так не солоно хлебавши поехали назад в отель зато совсем не обожравшись легли мы спать закончив день поэтому если вам надо строго вес лишний сбросить постройнеть в токио-сити вам дорога вес быстро сбросишь без диет из жизни русской профессуры из жизни докторов наук истории вам без цензуры расскажет рокер Волощу по next . . ESTONE . .